Здравствуйте, дорогие слушатели! Настало время рассказать вам про коррупцию, но перед этим я хотел бы сделать небольшое сообщение с вопросом. 30 октября 2001 года состоялся выпуск нашей любимой игры, цивилизации 3, оригинальной. Соответственно, менее чем через месяц наступит ее 20-летний юбилей, и по этому поводу хотелось бы что-нибудь сделать, как-то это отметить. По крайней мере, я точно это буду отмечать, но почему бы не сделать это, к примеру, на стриме. И вот вопрос, какие есть мысли по этому поводу. Возможно сделать просто стрим оригинальной игры, или сравнить оригинал с первым дополнением, со вторым дополнением, что поменялось. Ну, не знаю, в общем, надо будет над этим подумать, время еще есть, но, по-моему, это перспективная и интересная идея. Вот, что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Собственно говоря, коррупция. Очень интересная и в достаточной мере сложная механика по, так сказать, развитию государства, от которой, к сожалению, избавились уже начиная с четвертой части игры. Но какие-то аспекты, стороны этой механики вводились, но в полной мере ее больше не присутствовало после третьей части. Но, тем не менее, в третьей части она очень важна, и предлагаю сразу перенестись к тестовому государству, которым сегодня будет Россия, и рассмотреть примеры коррупции. Для начала, позвольте сделать небольшое отступление и сказать, что по, так сказать, правильной терминологии коррупция называется только потерей коммерции. То есть, вот эти вот красные единицы коммерции — это коррупция. А то, что относится к производству, это потери производства. Но механически они работают одинаково, и все игроки всегда называли и то, и то коррупцией. Поэтому мы тоже будем так делать и не выдумывать миллиард терминов. Итак, чтобы понять коррупцию в данной игре, необходимо понимать, что такое столица. Столица определяется малым чудом света дворцом. То есть, дворец и дает этот бонус, то, что полностью отсутствует коррупция в столице. И, пока скажем так, общими словами, меньше коррупции в ближайших городах. Но об этом всем, так сказать, более детально поговорим подробнее. Итак, первый вид коррупции по механике — это дистанционная коррупция. То есть, она зависит от расстояния до города, содержащего дворец, скажем так. То есть, чем расстояние больше просто по клеткам, то есть на Ctrl-G включаются клетки, тем больше коррупция. То есть, вот у нас стоит Петербург на достаточно большом расстоянии. Ну, мы будем смотреть по коммерции, потому что коммерция у нас одинаковая сейчас. То есть, 43 приходят в Питер, 43 приходят в Москву. Но в Москве отсутствует коррупция, а в Питере в коррупцию уходят 32 единицы коммерции. То есть, из 43 в коммерции в коррупцию уходят 32 единицы. То есть, они тратятся абсолютно бесполезно и никуда их использовать нельзя. Ни город, ни казна, ни научные исследования ничего от этого не получают. То есть, опять же, чем больше расстояние, тем больше коррупция. Это первая аксиома. А следующий факт, о котором надо сказать, это, что связывание города со столицей любым торговым путем снижает коррупцию в этом городе. Но для этого надо вспомнить, как работают торговые пути в нашей игре. Значит, они бывают сухопутные, морские и воздушные. Но больше это относится к сухопутным и морским, то, что я сейчас скажу. Чтобы торговый путь работал, необходимо, чтобы вот этот, как бы, визуально путь от города до столицы был открыт. То есть, чтобы не было тумана войны на нем. То есть, как сейчас, у нас есть дорога, и эта дорога, как бы, подсвечена. Ну, не подсвечена, а открыта. То есть, если бы тут было все черное, так сказать, все покрыто туманом войны, то у нас не считалось бы, что Петербург связан с Москвой, и тут была бы коррупция... Ну, я не буду загружать отдельно, я просто скажу, что тут было бы не 32 единицы в коррупцию, а 38. То есть, довольно-таки значительная разница. А когда торговый путь есть, то коррупции гораздо меньше. Значит, это была дистанционная коррупция. Следующий вид коррупции — это ранговая коррупция. Она уже чуть сложнее, но, опять же, на самом деле ничего сложного. Она заключается в том, что каждому городу присваивается ранг в зависимости от... Не от расстояния до столицы, а от, как бы, порядка до столицы. То есть, как бы, сейчас Петербург является городом первого ранга, потому что ближе, чем Петербург в нашей империи, нет ничего до столицы. Нет города до столицы. Но если, например, между Петербургом и столицей построится еще один город, то этот город уже будет иметь приоритетнее ранг, чем Петербург. Потому что он ближе к столице, как бы, по расстоянию, по порядку. Сейчас предлагаю загрузить второе сохранение, где, так сказать, построен новый город. В Сибири. И посмотреть, как изменится коррупция в Петербурге. Так, вот у нас построился новый город. Новгород. Ближе, чем Петербург, то есть между Петербургом и Москвой. И он имеет коррупцию 14. Потому что теперь он является ближайшим. По расстоянию, естественно, он гораздо ближе. Соответственно, дистанционная коррупция в нем гораздо меньше. Но и от ранговой коррупции он не пострадал. Потому что теперь он является ближайшим. И, то есть, самый приоритетный ранг у него. Соответственно, у Петербурга, наоборот, картина ухудшилась. Потому что тут было, как вы помните, 32. Но тут просто уже очень коррумпированный город получился. И, соответственно, она уменьшается довольно-таки незначительно. То есть, кажется, что уменьшение незначительное. Но, на самом деле, довольно-таки значительное. Потому что, если бы он был менее коррумпированным, то, как бы, прирост вот этой коррупции от ранга был бы больше, соответственно. То есть, теперь у Петербурга менее приоритетный ранг. И коррупция в нем увеличилась. Вот примерно так работает ранговая коррупция. Предлагаю для, так сказать, закрепления материала построить четвертый город между Петербургом и Новгородом. И посмотреть, как изменится ситуация там. Построили Ростов. И смотрим на изменившуюся картину. Ну, естественно, столица никак не меняется. Тут коррупция всегда ноль. Новгород ситуации не изменилась. Потому что он так и остался ближайшим к столице. Соответственно, у него самый приоритетный ранг. И коррупция в нем как была 14, так и осталась. Ростов имеет теперь более приоритетный ранг, чем Петербург. Но он и дальше от столицы, чем Новгород. Но и по рангу уже, получается, на втором месте. То есть, у него коррупция достаточно значительная. 24. А в Петербурге, как вы помните, было 34. Но теперь он еще, его отодвинули по рангу. И стало 35. Ну, опять же, повторюсь, что если, например, уменьшать сейчас коррупцию, то в нем она будет уменьшаться, как бы, менее эффективно по сравнению с этими городами. Потому что вот этот вот множитель ранговой коррупции отличается в худшую сторону. Да, и на этом примере также хорошо видно то, что пример переноса столицы. То есть, почему выгодно, например, будет перенести столицу из Москвы в, скажем, Ростов или Новгород. Ну, примерно одинаково. Но, наверное, в Ростов даже будет выгоднее, потому что расстояние от Ростова до Петербурга и Новгорода, примерно, одинаковое. А расстояние от Новгорода до Москвы больше. То есть, если перенести столицу сюда, то есть дворец перестроить здесь, то Петербург и Новгород будут испытывать гораздо меньшую дистанционную коррупцию, потому что они ближе до столицы теперь получатся. И по рангу, соответственно, Новгород будет опять первым, потому что тут, соответственно, на пятой клетке, а тут на аж седьмой клетке. Но все равно, как бы, ранговая коррупция будет... В общем, коррупция будет выгоднее, если перенести столицу в Ростов. Но в противовес Москва станет испытывать достаточно большую коррупцию, потому что теперь это будет самый... И по расстоянию удаленный город, и по рангу самый низкоприоритетный. Но когда городов будет еще и наверху, и внизу, и справа, и слева, то есть надо понимать, что основные производственные центры вокруг столицы располагаются именно из-за коррупции. То есть основные, так сказать, кор-города, они всегда вокруг столицы с наименьшей коррупцией, поэтому их лучше расставлять более грамотно, чтобы клетки они использовали более грамотно. И, собственно, отсюда рождается единственное ограничение для, что называется, количества эффективных городов в цивилизации третьей. Опять же, напомню, как я уже говорил, цивилизация третья является, можно сказать, доведенной до ума цивилизацией первой, в которой заложен, грубо говоря, такой смысл, что чем больше у вас городов, тем империя ваша, экономика более развитая. И, ну, в общем, что отключится городов только выгодно, может быть. И единственное, по сути, исключение к этому правилу, это как раз разрушающее действие ранговой коррупции. То есть, если мы начнем... Ну, я тут, естественно, все утрировано так показываю, что такие огромные расстояния, естественно, тут будет городов гораздо больше в реальной игре. Но если мы начнем заполнять все свободные, ну, грубо говоря, очень часто тыкать города около столицы, мы таким образом себе полностью разрушим вот этот вот производственный центр, потому что все эти города будут не только занимать клетки, как бы физически у, скажем так, нужных городов, они будут еще и ранговые коррупции, очень сильно просаживать вот эти вот крупные производственные центры. То есть, ну, и не будет крупных производственных центров, потому что будут мелкие города, все коррумпированные, с недостаточным количеством клеток, и, собственно говоря, с ними каши не сваришь. Поэтому, по сути, надо все-таки очень грамотно ставить города, не надо упираться в количество. Следующее я хотел бы сделать небольшое отступление. Забыл об этом сказать. Все, что я говорил по коррупции, то есть по дистанционной, ранговой, это относится ко всем формам правления, кроме анархии и коммунизма. Ну, в анархии все понятно, там коррупция стопроцентная, там говорить не о чем, а о коммунизме мы поговорим отдельно. Следующее. Так как же снизить коррупцию? Первый способ снизить коррупцию, это играть за коммерческие державы. Как я и говорил в видео про особенности нации, коммерческие державы имеют основной бонус, как раз к снижению общего уровня коррупции. У них просто вся коррупция будет меньше, дистанционная, ранговая, какая угодно. Значит, это самый такой надежный и легкий способ. Следующий способ это строить различные здания, в числе которых суды, на самом деле одно из самых полезных в целом зданий в игре, да и в жизни тоже. Это суд, который просто уменьшает уровень коррупции на определенное число. А уменьшая уровень коррупции, мы повышаем производство, мы повышаем отдачу коммерции. То есть, таким образом, мы повышаем и счастье, потому что, ну, по распределению... Так, понятно. По распределению вот этого слайдера, соответственно, 40% перейдет на счастье. И понизив коррупцию, мы повысим, как бы, приток золота в городской бюджет и финансирование довольства граждан. Ну, и в казну, и в научные исследования. То есть, суд это в целом, наверное, одно из самых полезных зданий в игре. Суд, полицейский участок, который появляется гораздо позже, но действует, по сути, так же. Так же некоторые малые чудеса, то есть тот же запретный дворец, и штаб-квартира секретной полиции, которая доступна в коммунизме, но о ней, опять же, отдельно. Ну, и дворец. Как, о том, о чем я говорил уже, дворец полностью убирает коррупцию в столице и в ближайших городах. Вот, например, построив в Петербурге три здания, то есть полицейский участок, суд и запретный дворец, мы полностью убрали коррупцию в достаточно отдаленном и по рангу, и по расстоянию городе. Так же в Ростове построили суд, соответственно, тоже значительно уменьшилась коррупция. В Новгороде ничего не строили, ничего не изменилось. Так же надо упомянуть такое понятие, как оптимальное число городов. Это число прописано для каждого размера карты и имеет множитель в зависимости от уровня сложности. То есть чем уровень сложности выше, тем у вас, у игрока, уровень, ой, число, оптимальное число городов меньше. То есть это работает достаточно просто, просто города, которые будут основаны после этого, так сказать, оптимального числа, будут гораздо больше страдать от коррупции. И все. То есть это число можно как бы увеличивать строительством как раз вот этих зданий, запретного дворца в частности, штаб-квартир-стерриотной полиции. То есть снижая общий уровень коррупции по государству в государстве, мы поднимаем этот уровень. То есть с коррупцией таким образом нас игра заставляет бороться и не оставляет нам никакого выбора. И, естественно, сразу достаточно распространенная ошибка новичков в столице. Но если вы планируете остаться на форумах правления не коммунистических, не надо строить суд и не надо строить полицейский участок, не надо в нем строить запретный дворец. В общем, тоже некоторые так делают. Это просто потеря всего, потому что в ней и так не будет коррупции. Если вы, конечно, перенесете столицу куда-нибудь в другой город, то уже там надо строить суд и полицейский участок, чтобы уменьшить коррупцию. Но в столице эти здания, если случайно построили, можно продать и не платить за содержание и получить назад некоторые деньги. Соответственно, теперь предлагаю поговорить про коммунизм. А, нет, не про коммунизм, а еще стоит сказать, что можно уменьшить коррупцию, используя специалистов полицейских, которые появляются на достаточно поздном этапе игры и, честно говоря, я их особо не использую. Ну, то есть, вот таким образом, тут будет полицейский и он немножко снизит коррупцию. Но это, честно говоря, не очень эффективно, потому что, к примеру, сборщики налогов не облагаются коррупцией. То есть, даже в очень корруппированных городах можно сделать большую часть жителей сборщиками налогов, если они, конечно, голодать не будут. И, таким образом, деньги сразу будут идти в казну. То есть, они не будут страдать от коррупции. То есть, вот мы уменьшаем как бы отдачу города, то есть, уменьшается тем самым коррупция, но при этом количество денег мы получаем достаточно большое. Но город у нас, конечно, голодает. И также, соответственно, ученые сразу направляют деньги на научные исследования. То есть, тоже не облагаются коррупцией. Поэтому, честно говоря, выгоднее делать это. То есть, в ученых или в сборщиках налогов ставить. Чем ставить в полицейских. Но, тем не менее, такой способ есть. Теперь предлагаю поговорить про коммунизм отдельно. Да, что можно сказать про коммунизм? Коммунизм действительно выгоден только при двух условиях. Во-первых, империя должна быть действительно невероятно гигантская. То есть, очень протяженная. И, во-вторых, в ней должно быть много крупных, развитых городов с улучшенными территориями вокруг города. То есть, чтобы был смысл именно жертвовать вот таким производственным центром, который обычно вокруг столицы образовывается. И, соответственно, давать возможность тем городам что-то строить. Ну, в основном строить военные юниты или что-то, какие-то здания. То есть, давать им производство. А так они будут очень коррумпированы, даже несмотря на то, что они крупные и развитые. То есть, например, на вот это огромная карта земли стандартный сценарий тут нет смысла на самом деле переключаться на коммунизм, потому что вот эти города и так достаточно, в достаточной мере защищены от коррупции. А тут уже не будет таких крупных городов и... Да и нет в них смысла. То есть, мне не нужно такое огромное количество юнитов. Я не собираюсь нападать на... Ну, так сказать, другой материк. Поэтому тут, естественно, не нужно. Но если, например, тут захватить пол территорию России и хотеть захватить всю Евразию, то, может быть, есть смысл подчиняться на коммунизм. Опять же, при условии, что есть города, которые смогут использовать этот коммунизм. Поэтому... Ну, естественно, при коммунизме коррупция общая. То есть, она абсолютно одинаковая во всех городах. То есть, соотношение как бы одинаковое. И уменьшение, то есть, перестроительство зданий, судов и, опять же, тех же полизийских участков в одном городе, оно как бы действует на все города. То есть, единовременно бонус меньше от этих зданий. Но если их много, то они уменьшают коррупцию как бы равномерно во всех городах. И так же и все чудеса. То есть, запретный дворец и вот как бы еще один запретный дворец секретная... Штаб-квартира секретной полиции по сути, это тот же самый запретный дворец, только их как бы два становятся. И он тоже как бы равномерно не только единовременно в этом городе, а во всех городах уменьшает коррупцию. Да, и перед завершением еще два факта. Первый, я много раз в этом говорил во время гайда по правительствам, что коррупция меняется в зависимости от правительства. То есть, так сказать, в демократии минимальная коррупция, к примеру, в фашизме уже более беспокоящая. Так же, как и в республике. В общем, в зависимости от выборного правительства коррупция сама по себе отличается. И второе, что при высоком счастье наступает день любви к родине, день любви к правителю, как угодно. И на фоне этого также снижается коррупция. Все, наверное, если что-то забыл, не стесняйтесь напомнить. Может быть, добавлю в каких-то следующих выпусках. А так, всего доброго, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok